Нежная говядина в ароматнейшем велюте. Интересно? Сейчас приготовим. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодняшний рецепт это в первую очередь соус, во вторую тоже соус и только в третью это сногсшибательное блюдо. Я уже несколько раз вам показывал бешамель и какие восхитительные блюда можно получить, используя этот соус. Сегодня речь пойдет о велюте. Это ближайший родственник бешамеля, только вместо молока в нем используется бульон. Все остальные принципы приготовления остаются теми же самыми. Пройдем уже скорее на рабочее место и приступим. Итак, для того, чтобы получить возмутительно вкусное блюдо, нам надо озаботиться приготовлением ароматного бульона. Для самых отмороженных кулинаров можно посоветовать отваривать мясо в уже готовом бульоне, но на мой вкус это будет уже немного перебор. Это у меня замечательный кусок говядины. Я специально выбирал для сегодняшнего блюда именно такой, с большим количеством соединительной ткани. В отваренном виде он будет особенно хорош. Обвяжу его поплотнее бечевкой, чтобы меньше разваливался при варке. Мне нужно, чтобы в готовом виде он все-таки держал форму, не расползался на волокна. Сегодняшний соус можно использовать как заправку для различных начинок для несладких пирогов. Это сделает такую начинку гораздо сочнее. Отправляю мясо в холодную воду. Я думаю, все знают, но я все-таки повторюсь. Если мясо положить в холодную воду для отваривания и медленно нагревать, то бульон за то время, пока вода будет нагреваться, станет ярче, ароматнее, вкуснее. А вот мясо, соответственно, всю эту достаточно большую часть своих вкусов ароматов потеряет. А если мясо положить сразу в горячую воду, в кипяток, то большая часть ароматов в мясе останется. А вот бульон будет беднее. Для сегодняшнего блюда яркость бульона, аромат бульона гораздо важнее вкуса самого мяса. Ну, просто потому, что мясо потом будет доготавливаться в этом самом ярком, ароматном вкусном соусе. А вот если вы перфекционисты, собрались готовить, варить свое мясо в бульоне, то класть его лучше, конечно, в кипяток. Ну, думаю, сами сообразите. Еще в кастрюлю сразу отправлю парочку моркови и целую луковицу. И очень важный момент. Для большей ароматизации бульона надо в него положить букет гарни. У меня в букет попадет зеленая часть лука порея, веточка семьяна и лавровый лист. Не пренебегайте букетом. Он очень много дает бульону. Кладу его в кастрюлю. Как видите, пены в бульоне уже не осталось. Варить его надо на очень слабом огне. Ну и последний ингредиент, который добавит и ароматов, и вкусов. Грибы. Я использую шампиньоны. Они довольно крупные, так что порежу их на 4 части. Грибы, морковь, лук. Все это можно вообще отдельно обжарить и в таком виде добавить в бульон. А шампиньоны можно вообще до коричневой довести, как я показывал в этом ролике, для получения совершенно дуряющего аромата, вкуса, насыщенности такой. Ну, в общем, все на ваш вкус. Я же хочу сегодня более тонкого, более мягкого, я бы даже сказал, более изысканного вкуса. Вот без всех этих прижаристых ноток. Собственно, первая часть на этом завершена. Осталось дождаться, когда говядина станет изумительно мягкой и нежной. И время тут зависит от вашего мяса. Встретимся через пару часов. Все сварилось. Смотрите, какое мягкое. И обратите внимание вот на эти прожилки. Это та самая соединительная ткань. Видите, она стала прозрачной. Это потому, что она напиталась соками, как раз таки, которые выделялись из мяса. И из бульона тоже сюда все ароматы, все соки попали. Приступаем к приготовлению соуса. Бульон получился очень ароматный. Так, букет гарни свою роль уже сыграл. Выбрасываю его. И сразу, следом, отправляется луковица. А вот грибы и морковь пойдут у нас в готовое блюдо. Отброшу их на дуршлаг, чтобы при приготовлении соуса в фоллоуник не лезли. Но с соусом все стандартно. Высыпаю в кастрюлю муку и начинаю обжаривать до легкого кремового оттенка. Конечно же, надо помешивать венчиком, чтобы равномерно обжаривалось. Чем больше обжариваете, тем сильнее ореховый аромат и тем темнее соус. Ну, вот, пожалуй, так будет нормально. Теперь сюда отправляю кусочек сливочного масла и продолжаю помешивать. Огонь не надо делать сильный, иначе можете не уследить и все сгорит. Соотношение муки и масла всегда должно быть таким. На 50 граммов масла 60 граммов муки. Начинаю по нему добавлять бульон. А вот количеством бульона, ну или молока в случае с бешамелем, вы регулируете требуемую густоту соуса. Самое главное в этом деле не спешить и добавлять очередную партию жидкости, когда предыдущий уже полностью вмешан соус до однородности. Тогда у вас не будет комочков. А вот если поспешите, то их не избежать. Нагрев средний. Ничего кипеть не должно. Ну вот, отличная густота. Теперь надо выправить на вкус. Во-первых, конечно, соль и черный перец. Бульонт у нас был не соленый. Кстати, нагрев сейчас можно убавить до слабого. И очень неплохо будет добавить сюда мускатного ореха. Впрочем, ароматизируйте на свой вкус. Я для натирания ореха использую вот такую терку. Похоже, надо ее менять уже на новую. Лезвия затупились. Так. Что тут у нас? Очень густой, очень ароматный, очень насыщенный вкус мясного бульона. Здесь и соль чувствуется, и острота перца легкая такая. Очень классный соус. И вот эти вот пряные травы, ну, букет гарний. Это супер. Морковь и грибы уже отправлю у него. А мясо надо сначала порезать. Если вы обратили внимание, то сегодняшний рецепт прекрасно разбивается на части. Можно отдельно все сварить и оставить в холодильнике на день или на два. А когда понадобится приготовить полноценный обед, за 10 минут приготовить на основе этого бульона замечательнейший блюде, заложить в него грибы, морковь, мясо, прогреть на среднем огне минут 10. И можно подавать. Очень удобное блюдо. Пока мясо прогревается, приготовлю картофельное пюре. Самое простецкое, поэтому никаких подробностей тут показывать нечего. Итак, все готово. Вы посмотрите на эту восхитительную густоту соуса. Нравится? Мне тоже. Давайте снимать пробу. Если бы вы только могли почувствовать, какие ароматы сейчас витают по кухне. Тает. Буквально тает во рту. Я обожаю французскую кухню и французские соусы. Это сказка. Очень нежный вкус мяса. Насыщенный. Очень сочное мясо. Никаких посторонних привкусов, типа жареного, еще чего-то. Это очень хорошо. А соус в сочетании с пюре. Очень шелковистая текстура. Это очень хорошо. Так, что там с грибами? Иди сюда, мой маленький. Все-таки правильно говорят французы, что с хорошим соусом можно съесть даже старую подметку. Здесь все, буквально все пропитано этим мощнейшим ароматом. Вот и все на сегодня. Если мне удалось вас хоть на немного заинтересовать французской кухней и, в частности, соусами, проходите в плейлисты соусы. Все рецепты, которые вы там найдете, позволят вам получить на своей кухне фантастические результаты. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok